Приветствую вас и давайте посмотрим на эту ситуацию таким образом. У вашего папы есть у сдающихся представления о том, как должны происходить связи между родными людьми. Он считает, и так считает не только он, но и так никто из традиций его нации, что общаться нужно постоянно, часто и так далее. И вы знаете, в самом этом моменте нет ничего плохого. Наоборот, это очень хорошо. Это сплачивает семью, это делает ее более близкой, более истинной, более честной отношением друг к другу. Это то, чего во многих семьях не хватает. Но об этом мы и сейчас не будем говорить. Вы пишите, что ваш папа кричит, когда вы ему не звоните. Попробуйте понять, что кроется за его криком. А за его криком кроется страх, вас потерять. За его криком кроется волнение, что с вами может что-то случиться. За его эмоциями кроется беспокойство за вас, переживания и так далее. И вам, мы, очень желательно этот момент понять. Потому что он важен. Он показывает, что ваш папа любит вас. Да, любит по-своему. Не так, как вы, возможно, этого хотели бы. Любит специфично и у этого есть свои негативные моменты. Конечно, конечно, все так и есть. Но он все-таки ваш папа. И он все-таки вас любит. И он любит вас так, как он умеет. Он любит вас так, как его научили. И он не смотрит по-другому. Поэтому, если говорить о том, что сказать, ему подсказать нужно то, что подсказывает вам сердце. То есть правку. Если он хорошо вас знает, он может вполне вероятно ложь выявить, отличить от истины. И это еще сильнее его обидит. Если же вы скажете правду, почему не лифонили, скажете, что понимаете его. Скажете, что знаете, что он любит вас, что он переживает за вас и так далее. Вопросите у него обращения и извинитесь, то, возможно, его крик быстро сойдет на нет. Но если он кричит на вас постоянно, и если это происходит вне зависимости от того, что вы говорите, то, если ваш отец не внемлет того домразума, не приемлет поведение, хотя бы на шаг отличающийся от того, чего хочет он, здесь уже нужно думать о вашем личном комфорте, о вашем личном удобстве, о том, чтобы минимализировать конфликт. И в этом случае вам надо сказать просто, что у вас либо не было времени, либо, собственно говоря, не было возможности осуществить звонок. И вот в этом случае ваш папа, может быть, и покричит, но сказать ему вам не будет нечего, потому что вы не вы же виноваты, что у вас не было возможности позвонить. Не вы же вы виноваты в том, что вы не могли, допустим, позвонить. И потому, как вам, наверное, очевидно, решение принимать нужно исходя из того, к чему больше склонен ваш отец, к такому эмоциональному проявлению заботы о вас, или либо к диктаторству, к тиранству и так далее. И вот в зависимости от этих двух направлений поведения вашего папы и стоит выбирать поведение, выбирать то, что им сказать. Если забота, то честность, искренность, прямоту. Если тирание, то тогда максимально обтекаемые фразы, максимально правдоподобная версия и так далее. Ведь вы уже рядом с ним не находитесь, как я понял, из вашего письма. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...